Ярко, красиво, все новое и самое главное удобное для использования. Радужные стены и позитивные рисунки, коридоры и палаты от ремонтированного детского отделения скорее напоминают детский сад. Все сделано так, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя максимально комфортно. В отделении поменяли в прямом смысле все, от пола до потолка, а также закупили новую мебель и современное оборудование, кислородные концентраторы и аппарат для дезинфекции нового поколения. Отделение сейчас имеет два блока, правый и левый, один из которых будет предназначен для детей, не имеющих острой патологии, то есть неинфекционный блок, где будут лечиться дети с аллергологической патологией, обследоваться маленькие дети, коррекция грудного вскармливания. И второй блок – это отделение, где будут лечиться с острыми бронхитами, отитами и любой острой патологией. На втором этаже уже приступили к созданию диагностически-амбулаторного центра. На данный момент здесь уже работает отделение УЗИ, функциональной диагностики и рентген. В будущем здесь разместятся все узкие специалисты для маленьких жителей Кировского и Ленинского района. На ремонт помещений потратили почти 9 миллионов рублей. Планов по развитию именно детского здравоохранения в области много и на этот год. В этом году будет выделено в рамках нацпроекта 108 миллионов рублей на подготовку помещения для размещения компьютерного томографа, закупку самого тяжелого оборудования, а также приобретение высокотехнологичного оборудования для оснащения медучреждений в целом региона. И это еще не все. В 2020 году в планах завершить строительство реабилитационного корпуса на базе перинатального центра и детской поликлиники во Фрузинском районе. Также во время визита в больницу губернатор области Дмитрий Миронов вручил ключи от 11 машин скорой помощи руководителям медицинских организаций региона. Наталья Антонова, Сергей Ватин. День в событиях.